Это вот я такой делаю заход к очень интересной для меня теме, которая, опять я смотрю на этой конференции, не звучит. Хотя я не очень понимаю, почему. Я хочу сейчас... Вот видите, вот эта книга «Летящий душ. Полет войной». Кстати, Марко Чулабарин слушает, но тем не менее, дорогие мои, это, на мой взгляд, это очень важная история в жизни Бальмонта, в жизни, в биографии, в любви и, следовательно, в творчестве. Это очень интересная, это вообще уникальная такая история в литературе, в русском, может быть, вообще поэтическая такая перекличка. Любовная история, влюбленность в двух поэтов, Мира Лохвицкая и Константин Бальмонт. И вот то, что они были влюблены, то, что они такие молодые и красивые, и то, что они такие замечательные стихи писали, и не просто писали, а писали друг другу стихи. И стихи эти публиковались, напечатались, и как бы так читающая публика, она была в курсе, вот, что вот это вот написал Бальмонт, а Лохвицкая ответила, или Лохвицкая написала, а Бальмонт ответил. Ну, в общем, это, на мой взгляд, это очень интересная история, и это не эпизод в жизни Бальмонта, это не одна из его любовных историй. Это история всей жизни. У него было несколько таких вот важных женщин в жизни, да, но вот это, ну вот как Екатерина Андреева, Елена Цветковская, это тоже женщины всей жизни. И мир Лохвицкая, это женщина всей жизни. И не просто женщина, это богиня была для него, муж за его. И эта перекличка, которая продолжалась при ее жизни, она умерла очень рано, 35 лет всего прожила, в 1905 году уже ушла. Но его отклики на ее стихи и вообще на ее образ продолжались до конца этой жизни. Он же дочь свою назвал Мирой. Значит, он все время думал о мире, раз он дочь свою назвал. И с тех пор, как он дочь свою назвал, он каждый день это имя повторял, называя свою дочь. То есть это не уходил этот образ от него. Ну вот я, у нас была большая программа тоже в Ленинке, посвященная вот этой перекличке. Эту книжку составила Татьяна Александрова, он, наверное, обещал привезти книжку сюда, но не привез. Так что вот посмотрите только на ложку, а купить ее можно, по-моему, в московских магазинах магазинах, но, по-моему, в Петерее, в каком-то Лезды купите. Так что приезжайте в Москву за книжку. Вот, а я спою вот несколько таких вот этих пар стихотворений, друг другу посвященных. Вот это называется «Песнь любви». Начинает Константин Бальмонт и продолжает Митро Хохотского. И с отаревых морей, и с оси кромат, И с обор, где шумит и кренит водопад, В твой обход я цветов принесу для тебя. За целую, любя, зараскаю у тебя. А когда от корек поблиненеет луна, И от желучего сна зареет весна, Задрыжишь ты, как тень, пробуждение гоня, И краснея везде не забудешь меня. И краснея везде не забудешь меня. Где ты, гордость моя, где ты, воля моя, От лапсаний твоих обессивенная? Столько тайн и чудес открывается в мир, Столько нового счастья в ядях твоих. Я не страстно была, безучастно была, И мой царский венец ты похитил с чела, Но заживай, обнимай, горячее, сильней, И царица богиняю будет горей. Ты был кроток и золк, ты был нежно жесток, В очагованном зном усыпил и увлек, Что по сне, как огне, замирать и гореть. Умирая рассказь и от ласка умереть. Где ты, гордость моя? Где ты, воля моя? От лапзаний твоих обеселила я. Столько память и чудес отрывается в мир, Столько нового счастья обнять в мир. Столько нового счастья обнимала тебя твои. Эти стихотворения, взаимные книжки, как правило, не были прямую подписаны. Но это было все понятно по каким-то ассоциациям, по образам, которые были в одних и других стихах, по размерам этическим. Но вот единственное стихотворение, которое вам прямо адресовал, подписал в мире Охвицкой. Стихотворение я знал, я знал, что однажды тебя убедал, я буду любить тебя вечно. Из женственных женщин, богиню избран, я жду, я люблю бесконечно. И если обманна, как всюду любовь, любовью и мы посладимся, И если с тобою мы встретимся вновь, мы снова чужими простимся. А в час преступления, улыбок весна, я буду, ты будешь далек в стране, Что для нас навсегда создана, где нет ни любви, ни порога. Еще одна пара стихотворений. Вальс зимний ландыш Константин Бальмон начинает и продолжает этот вальс в мире Охвицкой. Вальс зимний ландыш Константин Бальмон. 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 Печаль луны Ты мною была сестрой, то нежной, то страстной. Я тебя любил, я тебя люблю, ты призрак дорогой, бледнеющий и ясный. О, в этот лунный час я на тебя скрублю. Мне хочется, чтоб ночь, раскинувшая крылья, воздушной тишиной соединила нас. Мне хочется, чтоб я, исполненной бессилия, в твои глаза строил огонь влюбленный глаз. Мне хочется, чтоб ты, вся бледная от руки, под лаской замерла и целовала я твое лицо, Голосом и маленькие руки, и ты шепнула мне, смотри, я все твое. Я знаю, все цветы для нас могли возникнуть. Во мне дрожит любовь, как луны луча волня. Я хочу стонать, безумствовать, воскликнуть, ты будешь навсегда любовной пыткой меня. Я хочу стонать, безумствовать, воскликнуть, ты будешь навсегда любовной пыткой меня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лишь сюда сошедший Серафим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, я сказала, были разные знаки этой переклички То ли какие-то образы, какие-то имена, которые почивали из стихов Мир Лохвицкой, стихи Пальмонта И был еще один знак, это вот характерный размер переклички Это так называемый гиперкаталектический ям, который в любые ввела в выход Мир Лохвицкой Собственно, эту перекличку как бы она ему предложила, говорив с сборных стихов И с таким обращением, я хотела быть рифмой твоей, быть как рифмой твоей и в ничьей Ну вот, такую я себе сказку создала Ну вот, этот размер гиперкаталектических ям, в котором написано множество стихов И одним и другим поэтам, ну вот, к примеру, например, Мир Лохвицкая, Вакхильческая песня Я просто фрагментик маленький, значит, расти шею Иван и Моя, что смолкали хоры, восторгом песен утеснится грудь Манят призывы, навят ухоры, отглез беспломный, хочу вздохнуть Бальмот, вот это его скандальное стихотворение Хочу, это тоже как бы продолжение гиперкатической темы Хочу быть дерзким, хочу быть смелым И сочной в грозди венки свивать Хочу питься роскошным телом Хочу удерживость тебя сорвать Другая интонация, но тот же самый размер Мир Лохвицкой Моё незнание Так много меры В рассвет веселье В грядущих дней Многие надежды Многие вщи гневы Тем ярче светят Чем ногти мне И Бальмот, ты здесь со мной Так близко, близко Я полон счастья В душе гроза Ты цепенеешь Как аналиска Полозакрывший Свои глаза Мир Лохвицкое стихотворение Уже написано В Крыму Это уже второй приезд В Крым Это уже Контонация Ну и такая Печаль Лохвицкое стихотворение Уж близко, близко Уж манит взоры Огне и селенья Призывный свет За нами месяц Пред нами горы Мы ждали счастья Но счастья Нет Северный Бальмонт Со мною тень За мною тень Я слышу сказку Морских глубин Я царь над царством Живых видений Всегда свободный Всегда один В душе холодной Мечты безмолвны Я слышу свет Полет в ряду Со мной в волны За мною в волны Я вижу в вечер Все тот же сон Мир Лохвицкое Ты изменил Мой светлый гений В полете ярком Живой эфир Моих восторгов Моих стремлений Унес с собой Блаженный мир Мир Лохвицкое Ты мне не веришь Ты мне не веришь Как будто в песнях Возможно ложь Мои желания Ты не измеришь Мои признания Ты не поймешь Есть дар великий Есть дух чудесный Поющий сладко В ночной тишине Я с ним блажена И в жизни тесно И в гордых муках Моей души Порой, блистая Огнем лазури Он верит Сказки Блых времен Порой Пропчится На крыльях Буря Порой Прогрежет Как вечный Сон Толстой Ветер Калыш от раны Сжигает В поле Золотую Рожь Не для веселья Не для забавы Но ты не веришь Ты не поймешь Но ты не веришь Ты не поймешь Через много лет Баймон напишет Стихотворение В этом же размере Сквозь Иисусе На красной плише Желтеет Неже Цвета И глухо-глухше И тихо-тише Доходит шум Немножь А хлык Все тише-тише И все яснеет Я слышу вздохи Родных теней За синим морем Цветет лилей За дальней дальней Я буду с ней Совсем покраснуть Чтоб быть нам вместе Совсем увянуть Как свет царин Хочу я К белой моей невесте Мой час закатный Скорей Скорей И вот восходит Звезда морская Моя к вечерам Моя ночных Я сплю Как чутко И ты Живая И я Весь Белый С тобою Тихо Останьте поймем В прозрачных Пространствах эфира Над сумраком Дольнего мира Над шумом Забытой метели Два светлые Духа Летели Они от земли Удалялись И звезды Чуть слышно Смеялись И с неба Они увидали За дальни Новые дали И стихли Они понемногу Стремясь К неизменному Богу И слышали Новое эхо И новое Чуть слышно Смех Земли Их никто Не приметил Но сумрак Вечерний Был светил В тот час Как они Увид над землей Летели Покрытые Углою Земли Их никто Не увидел Но доброго Злой Не обидел В тот час Как они Увидали Задали Новый Новый Даль Ну что же Я Вот еще Одну Пару Стихотворений Все же Спою Покажу Еще одну Пару Стихотворений Которые Безусловно Ассоциативно Связаны Это написано В разное Время Вот стихотворение Константин Пальмонта Которое Называется Вещание Испорника Зеленый Вертоград Мы плыли По светлой Вечерней Воде Все были Свои И чужом Нигде А полный Рабить В своей Череде Живые Ни Голубые И крали На весла Мечу Чувеля Далеко Далеко Осталась Земля Бел Сокол Название Того Корабля Родные На нем Все Родные Сидел Руля Золотой Кипролог И был Он Как будто Совсем Одинок И Страшный Внезапно Пропел Он Намер Морские В нем Страсти Борские Скрелит Сидей Со щитом Миг Бежит И не вернется Час Назначен В диком Плаче Словно Пыль Взметнутся Все Кто Кто Тебе Казался Богом Волк Алатом Обернется Сорок Громов Подаем Сорок Молнии Сорок Бойтись Бойтись Без Возврата Ничего Уж Не Исправишь Все Убитые Восстали Все Задавлены Идут Боржи Всех Лугавств Боги Что Теперь Еще Лугавишь От Лаза Твои Как Щели Сам Сиде Назначил Суд Сядешь Пламя Ляжешь Камень В пропасть Кидешься Заткнется Ночь Сглубишься Сорок Молнии Миру Выплет Углот Вся Всеверная Смутится И Вседой Клубок Свернется Слышишь Громы Сорок Громов Падает Падает Сужден Был Бледен И Страж Пророк У Руля И Все Мы Дрожали Вещанье Внем И Волны Качали Облот Корабля Живые Они Голубые Мы Поняли Что Он Хотел Нам Сказать О Бездне Скорбел Скользя Через Глаз Мы Свет Но Бездна Должна Страдать Родные Дрехи Нам Родные Мы Плыли По Тихой Свет Мы Наде Слово Своё И Чужого Нигде Молитву Мы Пели Вечерней Звезде Мария 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 Вечерней Звезде Мария 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 Когда к великой цели Мы против волн направили челнок. Мы плакали, мы верили, мы пели, Нас не страшил неумолимый роб. Для жертв толпы, тупой и озверелой, Сплетали мы венки небесных роз. Над тьмой веков сверкал парус белый, А на корме спокойно спал Христос. Но вот гудят бушующие сверы, Сокрыли-то звезд, святая красота, И смотрим мы с тоской забытой веры На кроткий лик уснувшего Христа. Блаженный край, ты вновь не досягай, Мы встретим смерть без гимнов и цветов, И в ноздрах немеют скорбный слов. О, Господи, проснись, мы погибаем. О, Господи, проснись, мы погибаем. О, Господи, проснись, мы погибаем. О, Господи.